Элитарный клуб знатоков под названием «Что, где, когда» уже более 40 лет остается популярной интеллектуальной игрой. Ее аналоги успешно работают в 11 странах мира. А в России свои лиги есть практически во всех уголках страны. Растят интеллектуалов и в Славянском районе. Мы посетили финал муниципального открытого чемпионата высшей и юношеской лиг по игре «Что, где, когда» сезона 2018-2019 годов. И познакомились с теми, кто претендует на звание самых эрудированных людей района. Следование, проведенное в середине прошлого века в США, показало, что 58% американцев ни разу за свою жизнь не сделали этого ни с одной книгой. Мы же полагаем, что все вы, здесь собравшиеся, сделали это и не раз. «Мне хочется прочитать. В прошлом веке, да. А в прошлом? Нет. В прошлом веке? Нет. В прошлом веке? Нет. В прошлом веке. В прошлом веке, да. Что было? «Ехали с ними? Нет. Но мы же читаем книги постоянно. А в прошлом веке? Да». Всего минута на обсуждение и бегом относить записанный на листочке правильный ответ. Шансов на ошибку нет, ведь в этой игре важно не только знание ответа, но и его формулировка. Вот, например, в прозвучавшем в начале сюжета вопросе правильным ответом, который идет в зачет, значится не просто слово «прочитал», а «дочитал до конца». Люди, не посвященные в правилах игры «Что, где, когда?» могут решить, что для того, чтобы стать ее участником, нужны серьезные знания. Но это не так. Уверена команда школьной лиги «Вагон идей» из 28-й школы. «Игра, разумеется, дает многое. Это, думаю, всем нравится, ни для кого это не в тягость сюда ездить, не ради чего-то. Ну, то есть, мы ездим сюда ради интереса, нам всем очень интересно, игра нравится. А насчет вопросов? Нравятся вопросы, пожалуй, даже не знаю, наверное, из истории или географии. Такие вопросы, на которые мы даже не представляем ответ, но можем догадаться в процессе обсуждения». Именно за возможность найти правильный ответ, додуматься до него, опираясь на логику, эту игру и любят тысячи людей по всему миру. В Славянском районе в двух лигах в ней принимает участие порядка 200 человек. За одну игру командам нужно ответить на 30 вопросов, темы для которых взяты из разных сфер. Сами же вопросы организаторы находят во всероссийской базе вопросов «Что, где, когда?». Эта информация не является секретной, но подготовиться заранее, изучив тысячи вопросов базы, не под силу никому. Потому у игроков остается надежда лишь на свой интеллект и знания. Кстати, если смотреть на рейтинг вопросов, на которые участники чаще дают правильный ответ, то можно говорить о том, что славянская молодежь продолжает традицию – быть людьми самой читающей страны мира. «Из литературного жанра, ну где-то есть такие вопросы, которые приходится много думать, задумываться, но все равно отвечают большинство людей». Есть среди участников команд те, кто в игре уже много лет, а есть и те, кто только начинает свой интеллектуальный путь. Но впечатления, которые они получают здесь, дают уверенность, что любовь к «Что, где, когда?» – это надолго. «Первый раз мы приезжали перед днем студента. Нам очень понравилось. Все были в восторге. Было очень интересно, много разных вопросов. На многие вопросы мы давали правильный ответ и вышли в десятку. Были очень рады». У каждой команды есть свои методы подготовки к играм. Кто-то штудирует книги, а кто-то верит в силу талисманов. «Этот талисман мне одногруппница сегодня подарила. И так получилось, что мы ехали на игру. Ну и я сказала, что это будет палочка-выручалочка наша сегодня». К сожалению, павление Перо не помогло оказаться команде техникума «Экономики и права» в числе лидеров. Их обошли более опытные команды. Третье место заняла команда «Веста» – лицея номер один. Второе – вагон идей из 28-й школы Станицы Анастасийской. Чемпионом же сезона признана команда «Девятый вал. Новая волна. Третье школы города». Мария Климова, Игорь Ванчугов, программа «События».